как они поют заливистой я прям не могу я сижу монтирую видео в девочки и слушай вот этот щебет вот не могу я его не снять и все небо какое красивое аж через закрытое окно все слышно там мои швелапочки мы сегодня с вами опять встречаем рассвет уже пол шестого я уже заканчиваю монтировать видео проснулась в 3 всем доброго утречка мои хорошие девочки 6 часов я закончила монтировать видео и хочу вам сказать люблю я все-таки вот монтировать видео или какие-то такие сосредоточенные дела делать утром рано или ночью когда вокруг тишина когда все спят когда никто не отвлекает никакие звонки не смски ничего а когда рассвет начинают птички щебетать за окошком так классно прям слушаешь их прям кайфу вот я вот так подумала что сегодня у нас сегодня суббота и и вроде бы я сегодня свободна я уже думаю что пора мне наверное заняться собой привести свои мысли в порядок привести вообще себя в порядок ногти в порядок привести там скупаться я не знаю может масочку какую-то сделать в общем отдохнуть надо хочется посвятить день себе не знаю удастся ли мне это сегодня сделать но хотелось бы так в общем буду пытаться сейчас я наверное покушаю кашку перекушу лягу еще полежу может быть еще все-таки до сплю чуть-чуть ну а потом уже займусь своими делами и снова доброе утро девочки мои я вчера уже не включалась совсем я вчера устроила себе колоссальный отдых вообще накупалась на скрабировалась ноготочки подстригла в общем короче говоря получила удовольствие большое и мне просто не хотелось ничего включать у меня вчера была тишина в информационном поле вот и никто не звонил никаких песен ничего я просто отдыхала просто получал удовольствие посмотрела вчера сериал отель феникс и отель феникс 2 но всего 8 серий такой детективчик с мистическими нотками там чуть-чуть но то что я люблю захватил меня этот сериал с первой серии прям сразу расследование ну то что мне нравится как раз и в общем я уже думала вечером включиться хоть что-то сказать потом думаю ну а чё я уже утро все и скажу в общем короче говоря отдохнула вообще на самом деле да когда человек трудится каждый день с утра до вечера самое главное вовремя нужно остановиться вовремя нужно отдохнуть чтобы организм не давал сбой потому что уже на моем опыте проверено когда пашешь без отдыха потом организм начинает сопротивляться устраивает бунт человек может заболеть и слечь и пролежать дольше постели чем лучше вот раз в неделю хотя бы один день как минимум а два вообще шикарно лучше даже отдохнуть ну по крайней мере посвятить себе там по ухаживать за собой там что-то отдохнуть мозгам дать отдохнуть и телу и всему в общем отдохнула классно вот сегодня тоже вот сегодня воскресенье тоже день выходной в принципе никаких планов глобальных нету хорошо что вот эти вот эсэмэски уже не пишут все отдыхают офисы видимо вот поэтому я думаю что мозги мои сегодня тоже напрягаться особо не будут по дому делать тоже сегодня ничего особо не планирую но мне единственное нужно сходить в магазин прикупить кое-каких продуктов ну и что-нибудь себе еще приготовить у меня больше еще есть но нужно что-то еще приготовить но смог смотря что куплю да куплю то что можно или нет вот но сейчас я девочки пью кофе погода на улице хорошая солнышко у нас собираюсь я иду магазин девочки я вышла на улицу и остановилась уже возле первых цветочков наверно уже еще тюльпанчики повылазили там он пустит пожелтел тут девца уже с цветочками с беленькими скоро будут распускаться красота а вот уже и одуванчики красиво скоро будет много одуванчиков желтенькие поля будут у нас а вот это что за цветочки лютики кашки наверное называется да ну вот уже появляются а вот это что за цветочки лютики я не знаю как они называются желтенькие красивенькие а вот эту клумбочку я уже вам показывала прошлый раз когда проходила еще только-только были бутончики тюльпан чеки вот уже желтенькие смотрю расцветают это такой сорт интересный тюльпанчиков гиацинт очень красиво красиво буйное цветение пошло нарциссики вот тут хорошенькая клумбочка такая у людей под домом полисадничек такой в общем вышла девочки решила я пройтись по любимой олеечке симпатичная такой тенистой листики распускаются но еще не сильно тень дают вообще воскресное утро людей мало какое-то ощущение такой тишины никакой суеты я решила пройтись до банкомата снять денежки на мебель потому что я не знаю будет у них терминал с собой или нет я уже им что-то не верю я что-то сомневаюсь вообще а вот я смотрю тюльпанчики уже распустились красиво как здорово девочки северных регионов пишут у них снег лежит еще но я хочу вам показать вот эти все цветолечки зелень чтобы вам было приятно смотрите какая красота какая красота люблю когда на клумбе растут тюльпанчики вот они в вазе не так смотрится как на клумбе а вот на этом кустике уже желтенькие цветочки классно одуванчики распустились вон еще тюльпанчики и красные желтые в общем еду прогулочным шагом решила прогуляться полюбоваться красотами подышать воздухом солнышко уже стоит небо чистое такое классно вообще все я уже приближались девочки у нас уже клубнику по 250 продают ну не знаю написано краснодар а краснодар 550 до получается а 250 это не краснодар наверно пока подожду еще не будущую клубничку покупать иду я дальше купила рыбу вот предполагаем сначала одно готовить стоит выйти прогуляться и уже все уже приходится готовить другое захотелось рыбки жареной почему бы нет ну вот рыба жареная сегодня будет у меня с салатиком на салатик у меня все есть в общем классно ну все осталось пятерочку зайти и домой так ну вот я пришла с магазина что же я там купила огурчики домашние вообще я взяла все по списку колбаска вот это докторская помидорка мне вот это нравится томатная паста я открываю потом крышечка специальная есть закрываю в морозилке храню надолго хватает ее сметанка вот это по акции красная цена масло 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 такое я брала уже не раз мне но нравится меня на устраивает и масло вот это сливочное тоже по красной цене топленое молочко сыр это по акции было девочки брала уже вот эти вот профитроли есть шоколадным соусом а есть с ванильным соусом и то это очень вкусно такое нежное получается как пирожное только крем не внутри а снаружи крема много но вкусно нежная очень не было моей любимой кашки овсяной взяла я вот эти разные по одной штучке пока на время яйца чуть-чуть подорожали но по красной цене вроде нормальная цена я уже брала их не раз сорт 1 и батон с отрубями аютинский мой любимый но еще взяла вот морковку взяла картошечку выгодно тоже картошечка вот такая вот хорошенькая вся в общем все взяла что нужно по списку а еще взяла сазанчика уже почистили порезали все только осталось вот его только помыть в муке обвалять и жарить хочу жареной рыбки сазанчик это все рыбку я помыла посолила сейчас она немножко постоит буду жарить ее это сазан по 250 рублей килограмм но я взяла на 360 рублей наемся рыбы вот первый заходит я уже пожарила и с овощами с хлебушком люблю это поесть не люблю с гарниром зачем мне гарнир там еще жарится последняя часть и все наемся рыбы от души решила девочки показать вам закат а то мы все рассвет и встречаем а закат не встречаю вот так вот день и пробежал прошелся день солнышко садится время уже около семи часов вечера я лежу смотрю телевизор скоро начнется шоу маска и шоу точь-в-точь буду смотреть и то и другое всем доброго утречка девочки мои сегодня понедельник выходные позади выходные я провела очень хорошо отдохнула как все нормальные белые люди обычно выходные дни я там туздени обычно вот приезжала но вообще вот этот раз мне прям хорошо повезло выходные дни вообще нужно отдыхать да но что у нас сегодня сегодня понедельник сегодня у нас доставка я уже прямо в предвкушении жду не дождусь мебель свою сейчас я немножко освобожу место приготовлю место куда будут складывать вот эти коробки а потом эти коробки у меня будут лежать несколько дней потому что у меня сборка назначена на четверг и вряд ли раньше у меня получится эту сборку собрать но раз назначена так назначена хотя наверное спрошу может быть раньше как-то но я уже сомневаюсь что раньше будет но ничего потерпим в любом случае я уже там думала что у меня будет это мебель неизвестно когда аж летом но я рада что это будет сейчас но вчера вечером я уже отдыхала смотрела шоу маска сделала себе педикюр списалась со своей со своим мастером которая приходила мне на дому делала она кстати переболела осенью еще и до сих пор еще не восстановилась до сих пор она плохо себя чувствует говорит слабость головные боли и там что-то у нее сосудами и сердце и в общем много чего нехорошего в общем плохо себя чувствует работать пока не собирается поэтому я уже собралась вчера силами и сделала сама себе педикюр хотя это мне делать очень неудобно во первых зрение уже хуже и я не могу ноги глазам своим приблизить вот но и спина же болит тоже наклоненная долго не могу быть но тем не менее справилась в общем сделала все мои хорошие теперь я за выходные вся себя в порядок привела вся себя хорошо себя чувствую прекрасно и сейчас займусь подготовкой в общем место доставки так-то у меня в комнате порядок но вот я подумала если мне будут складывать вот здесь я буду перешагивать через эти коробки их видимо много будет то я три дня не смогу если бы один день еще куда не шло я думаю что этот угол надо будет освободить убрать оттуда столик стульчик и вот наверное пусть они туда и складывают все это а погода у нас сегодня прям дождливая и дождь на целый день зарядил походу и прохладно у нас там 9 градусов максимум сегодня в общем идет дождик и вот они еще будут заносить это не разуваясь грязные ноги надо еще что-то постелить на поле так думаю ура девочки мебель привезли две коробки все в двух коробках поместилось время пол двенадцатого все доставили хорошо но теперь три дня буду ждать пока это все соберут ну что делать будем ждать девочки читая ваши комментарии под видео где где снимала ожидание доставки и почему доставку перенесли на так долго и в конце этого видео я же сказала что большая радость у меня что доставку я могу уже оформить на завтра что моя мебель пришла на склад и завтра мне могут привезти ее домой но видимо мои видео не до конца смотрят некоторые подписчики и пишут комментарии кое-кто написал что не ждите в эту мебель поищите в другом магазине кто-то пишет купите образец в магазине хотя я говорила что образца вот этого образца не было я там сначала выбирала другую мебель а уже с оператором когда я поговорила тогда мы определились на вот эту вот светлую модель техас и в общем я начала читать комментарии смотрю один комментарий попадается подобный другой где я не даже не знаю что ответить ну как бы ответ уже в видео есть а мне пишут советуют уже вообще отказаться от этой мебели поискать другую либо витринный образец купить либо в общем такие вот как бы комментарии на которые просто я честно говоря не знаю что ответить а в этом видео получается что тоже в конце видео я вам сообщила о доставке что мне мебель уже доставили и и не удивлюсь если мне начнут писать опять что обратитесь другой магазин и откажитесь от этой мебели в общем ну а те кто написал что в кофе вообще доставка бывает очень долго но тем спасибо за информацию я это буду иметь ввиду так на будущее на всякий случай если я вдруг найду мебель в кофе которые вот в других магазинах просто нету просто именно это мне нужно я уже буду изначально настраиваться на три месяца ожидания в общем так ну а если срочно то может быть буду искать что-то другое других магазинах да но видите как мне повезло ну вот так вот бывает что операторы не знают что мне мебель уже в общем-то в пути мебель в пути оператор не знает что мебель в пути и говорит что ждать три месяца надо в общем как-то вот непонятно все это еще кое-кто мне написал что чем вот эту тумбочку замазывать под мойкой да лучше уже ее сменить и вы думаете что я об этом не думала конечно думала но дело в том чтобы сменить мойку во первых сама тумба с мойкой они немножечко по размеру но не совсем как бы подходят друг другу поэтому мойка у меня сама соскакивала с тумбочки самой то есть они буквально одного размера и немножечко эта мойка она как бы не к этой тумбе предназначена была поэтому мне заменить тумбу под мойкой это нужно заменить еще и мойку в тумбу вместе с мойкой в общем надо менять плюс надо заменить сантехнику вот эти все смесители вот этот краник все это все это покупала не так давно но но все равно нужно будет заменять потому что она когда стоит она же там уже вот как бы кольцо кальцинируется или как так сказать но это нужно будет уже вызывать сантехника все это отсоединять подсоединять переставлять но в итоге это выльется в сумму которую я вообще-то не планировала тратить изначально мой ремонт вообще как бы было запланировано поменять обои и окно облагородить то есть там подмазать и закрасить проем на окне это самое важное что мне нужно было сделать и я сделала даже больше чем я запланировала я вообще в кладовке как-то даже не планировала ремонт сделать это уже у меня по ходу пьесы пришла такая мысль в голову и это сделала вот но сделала в общем все что я увидела то что мне хотелось сделать я взяла и сделала кто-то советует палки за окном там я вешаю белье эти покрасить полтора метровые палки где я не достану и советуют мне валик привязать к швабре и вот этим вот этой ерундой заниматься при том что там же все время то дождь то снег вот вы знаете лавочки каждую весну красят да потому что вот эти вот погодные условия вся эта краска сдирается я должна вот это вот корячиться каждый год вот это красить у нас у всех за окном палки никто их не красит при том что эти палки они то за окном они не в комнате у меня находятся они меня никак не парит но я смотрю человек упорно под каждым видео мне пишет покрасьте палки не хочу не буду не буду я палки красить кто-то советует штангу шкафу убрать повесить еще одну полку штанга совершенно мне не мешает чтобы повесить еще одну полку но я не хочу там очень густо эти полки вешать потому что мне нужно ставить там коробки какие-то крупные вещи в общем две полки меня устраивает вообще я сделала девчата все так как нравится мне я сделала то что хотела именно я и меня все устраивает все что я сделала и то что я заказала уголок это тоже то что в принципе вот мне в голову пришла такая идея что уголок мне будет более полезен чем этот диван я не планирую туда рассаживать кучу гостей я уже говорила я гостей не люблю гости бывает у меня очень-очень редко это это даже не гости это не то что вы думаете что вот я приглашаю в гости стол накрываю нет это вот мне пришли допустим сын с невесткой помогать обоих клеить мне нужно было их накормить а за журнальным столиком кушать неудобно и вот тогда у меня пришла такая мысль чтобы сделать какое-то вот место где можно было бы там соседкой чай попить сын с невесткой придут сядут покушать просто сядем и все потому что здесь на кухне у меня здесь больше двух человек сесть не могут за журнальным столиком наклоняться это тоже неудобно есть поэтому я сделала такие перемены вот но слава богу я свою мебель дождалась надеюсь вы досмотрите видео это до этого уже момента и уже увидите узнаете что мебель я дождалась теперь я буду ждать сборку и тогда мы увидим как это будет выглядеть я вам покажу какие размеры там буквально 100 столика и всего прочего те размеры которые не указаны на сайте да то есть там не все указаны размеры нюансы я хочу уже показать сама посмотреть присесть и вместе с вами все это мы увидим все это мы посмотрим все а я сегодня мебель дождалась и в общем то не знаю то ли это погода из-за того что дождливая то ли может быть я немножко подпростыла у меня чуть-чуть горло немножечко побаливает и вот как бы мне не разболеться я уже начала сегодня горлышко там лечить полоскать чай горячий пить и так далее прочее надеюсь что не разболею мне совершенно нету времени болеть абсолютно не хочу все девочки мои вот в общем-то дождалась и своей мебели слава богу на этом я хочу это видео закончить но и надеюсь в следующем видео мы уже увидим мебель собранную и посмотрим как она будет выглядеть надеюсь это будет следующем видео ну а сейчас я буду лечиться сейчас я хочу с вами попрощаться кому видео понравилось ставьте лайк пишите комментарии и до новых встреч пока пока а